Сибиризация Сибиризация это молодой фестиваль, до этого он был всего единожды в 2019 году, причем в Тягуне, в Заринском районе. Почему сменилось место, и причем сразу на территории Спички, и чем эта сибиризация будет отличаться от предыдущей? Ну смотрите, у нас изначально сибиризация планировалась как выездной фестиваль, то есть мы все собираем людей, едем в Тайгу, у нас поэтому, кстати, и задумка такая была, что фестиваль сибиризация, это настоящий сибирский, то есть должен пройти в Тайге непосредственно с медведями и всем остальным вот этим вот. Поэтому как бы мы вот нашли локацию, это вот в Тягуне, там действительно настоящая Тайга, да реально есть медведи, вот, и мы решили, что вот там можно будет провести настоящий сибирский рок-фестиваль с крутыми музыкантами, как бы куча и куча всего, вот. Потом наступила пандемия. Да, потом наступила пандемия, ну и, во-первых, у нас сам фестиваль первый, он был, ну скажем так, убыточный, потому что у нас еще не было того опыта, так скажем, который уже есть сейчас в проведении таких массовых мероприятий, вот. И, ну, в общем, были разные моменты, которые мы сейчас уже как бы учли и как бы поработали с ними, вот. А как бы почему сейчас в Барнауле? Потому что решили сделать, ну, большое массовое мероприятие для всех зрителей с почти бесплатным ходом, вот. Вот. И, как сказать, как можно больше собрать народу, сделать необычное мероприятие, там, две сцены, куча музыкантов, прочего, прочего. И почему как бы на территории спички? Потому что все-таки спичка – это более-менее, ну, скажем так, окороженная территория, поэтому там вход один, и нам будет легче заботиться о безопасности мероприятия, то есть проверять людей на входе и так далее, чтобы зрителям, гостям было комфортно находиться на нашем фестивале, чтобы они смогли в спокойной, как бы, расслабленной обстановке там повеселиться, заниматься своими какими-то делами, отдохнуть, провести выходные. А владельцы спички нормально отреагировали на такое предложение? Вполне, вполне хорошо отреагировали и даже поддержали, и даже поддерживают непосредственно нас в начинаниях, например, помогают нам со спонсорами, вот, поэтому они молодцы большие, что идут навстречу. Вы, наверное, и придумали этот фестиваль, потому что подобного масштабного всесибирского его просто не существует. Да. Ну, как? У нас есть, конечно, так скажем, ну, мы уже говорили, назовем этих, не конкурентами, а, как сказать, просто фестивали, которые еще проходят. Ну, вот, наверное, подобного, да, наверное, у нас пока что еще никто не сделал, поэтому, допустим, мне, как организатору, интересно делать мероприятия необычные, нестандартные, поэтому я вот постарался сделать именно такой фестиваль. Вот если говорить про тигун, там, понятно, действительно, все в тайге, вот-вот выйдет медведь, а на спичке чем будете удивлять? Ой, на спичке у нас, ну, во-первых, как я уже сказал, у нас необычный формат с двумя сценами для выступления команд, то есть у нас более 30 групп со всей Сибири, там, Омск, Томск, Новосибирск, Кемерово, по-моему, я сейчас все не помню, Барнаул, естественно, вот. Вот, и, то есть это раз, это уже очень много музыкантов, то есть каждый сможет прийти посмотреть, там, на этой сцене кто играет, на этой сцене кто играет, найти для себя какую-то группу. Во-вторых, у нас будет большая ярмарка хендмейд товаров, у нас уже куча заявок от участников ярмарки, то есть там будет, ну, просто, вот, я не знаю, ну, наверное, почти как в большом торговом центре, то есть у нас там будет все вообще, я не знаю, как в Греции. Вот, и, значит, что еще? Ну, естественно, мы позаботились о фудкорте, чтобы там было какое-то на фестивале, куда питание предоставлялось. У нас там будет мастер-классы там различные проходить, то есть будет много всяких интересных вещей происходить на фестивале, поэтому, думаю, людям будет прям интересно зайти туда на целый день и просто провести свои, там, выходные с пользой, услышать новых музыкантов, узнать для себя что-то новое. А есть какой-то фестиваль или мероприятие, с которого вы брали кальку, грубо говоря? Потому что по описанию очень похоже на рок за бобров. Рок за бобров. Я слышал об этом фестивале, ну, если честно, я слышал о нем только название, вот, а все остальное, ну, может быть, нет, ну, я не скажу, что мы прям вот на что-то ориентировались, нет, то есть мы просто, мы ориентируемся на наш опыт. Ну, и по максимуму используем эти территории. Да, и по максимуму, да, как бы пытаемся вот это все сделать так, чтобы это было интересно, как бы, для всех, вот. Про направление. Это рок, это поп-рок, это хип-хоп. Что мы там увидим, услышим? Ну, у нас это в первую очередь как бы музыкальный фестиваль, и мы старались себя к никаким направлениям не привязывать. Но так уж, как говорится, повелось, что в основном заявки подавали рок-группы, и вот, допустим, если в том году у нас была более там разнообразная программа, в плане у нас там был и рок, и не рок, и там. А в этом году в основном это рок-направление, и, ну, понятно, что какие-то ответвления есть, но в основном это как бы рок-направление, живые музыканты играют живую, качественную, хорошую музыку. Поэтому, ну, вот, в основном пока так, но в дальнейшем, я думаю, что фестиваль расширится, и, может быть, у нас появятся какие-то сцены, может быть, с электронной музыкой или с рэп какими-то исполнителями. Почему нет? Потому что, как бы, вот я, допустим, человек с разносторонним музыкальным вкусом, мне нравится очень много музыки, вот. Самое главное, что эта музыка была качественной, вот, а остальное уже дело такое. Кто участники? Потому что не каждая же группа, которая заявилась, она все-таки будет присутствовать на фестивале. Был какой-то отбор, и вы специально делали ставку на пока неизвестных в широком кругу музыкантов. Ну, смотрите, я бы не сказал, что мы делали ставку на неизвестных музыкантов, потому что вот известность – это такое понятие, которое у него есть очень много градаций, так скажем. То есть известен ты среди кого? То есть, допустим, то, что может быть известно для вас, или какие-то актеры, или какие-то музыканты, которые известны для вас, совершенно неизвестно для меня. Так же, как, может быть, какие-то музыканты, которые известны для молодежи, они совершенно неизвестны для взрослого поколения. Поэтому тут надо понять, известен для кого. Допустим, вот так, если брать, допустим, один из наших хедлайнеров группы «Комната культуры», она может легко собрать там 500 тысяч человек на свой концерт. Вот буквально у них концерт был 8 числа, и они столько человек легко собирают. И опять же, какой-то приезд же московский, допустим, исполнительный, не все исполнители у нас могут столько собрать, не все далеко. Поэтому известен. Ну, это очень сложное понятие, тут можно даже немного пофилософствовать, чего мы делать, конечно же, не будем. Но при этом вот за кадром вы говорили, что в перспективе было бы неплохо приглашать и крупных тогда, как правильно назвать? Да, ну, скажем так, массовые. Тут уже, да, тут на массы. Да, в перспективе фестиваль планирует расширяться. Вот. И, возможно, следующий год уже пройдет с какими-то именно массово известными какими-то рок-группами, может быть, не рок-группами. Ну, посмотрим, то есть уже там, как получится. Вот. Но мы постараемся сделать еще круче и еще лучше. А что вы сейчас видите по зрителям, по слушателям? Они соскучились по этим мероприятиям? Они любят эти мероприятия? Они хотят на них ходить? Я считаю, что да, как бы у людей уже возникла какая-то, скажем так, потребность в фестивалях. Хочется как-то, не знаю, что ли, ну, отдохнуть, может быть, как-то отвлечься, потому что, там, начиная с пандемии 2020 года, многие фестивали и вообще в целом музыкальная индустрия... Она на паузе была. Она начала себя потихоньку хоронить. Очень многие фестивали просто исчезли с лица земли. А, допустим, такой фестиваль, как «Нашествие», не проходит уже 4 года. А «Нашествие» это, ну, для России это знаковый фестиваль, по крайней мере. Вот. И, как бы, что там будет в дальнейшем, тоже непонятно, но в этом году потихонечку-потихонечку начинаются возрождаться фестивали, опять-таки начинают проходить. Вот. Поэтому, как бы, эта тенденция хорошая. Я надеюсь, что дальше будет еще лучше. Вот. Ну, посмотрим, как бы, поживем. Можно ли предположить, сколько человек к вам придет? Вы билеты не продаете, но как-то же вы можете посчитать это? Мы, ну, мы непосредственно подсчет, так скажем, будем вести на самом фестивале, то есть у нас там будут браслетики, мы будем вести какую-то статистику, какая у нас проходимость была на фестивале. Ну, наше предположение, что это будет тысяча и больше. То есть, вот. Я имею в виду общая проходимость. Потому что у нас там только участников. Я могу, я даже по количеству не могу посчитать, потому что очень много. Вот. Ну, я думаю, плюс еще зрители, плюс все остальное. Нам помогают некоторые радиостанции барнаульские с рекламой, как бы, крутим рекламу там ВКонтакте, в Яндексах и прочим-прочим, чтобы люди могли узнать о нашем фестивале. Поэтому, ну, ну, и плюс, как бы, я думаю, на бесплатный вход прийти. Должно много кто прийти. Может много кого прийти, тем более людей, которые, если они интересуются, допустим, такой музыкой, если им интересно провести как-то свои выходные занятно и интересно, то, думаю, они придут. А вот продолжая тему фестивалей. Буквально через несколько недель после этого фестиваля будет «Ветер Сибири». И теоретически некоторые люди могут подумать, я лучше поеду туда, там покрупнее, там бы интереснее. Вот вы его рассматриваете как конкурента, который может оттянуть часть зрителей? Или в этой сфере не конкуренты, а партнеры? Совершенно не рассматриваю, потому что, во-первых, у «Ветра Сибири» очень… Во-первых, начнем с того, а состоится ли он? Потому что сейчас пока статистика не в его пользу, извините. А сибиризация-то хотя бы раз да прошла. Во-вторых, мы совершенно в разные даты пересекаемся. И в-третьих, там действительно огромный фестиваль с мощнейшим лайнапом и с достаточно небесплатным и очень дорогим входом. Да. Вот. У нас фестиваль тоже с мощным лайнапом, чтобы вы знали. Вот. Ну, он у нас там все-таки более-менее как бы бесплатный для всех жителей, гостей Барнаула. Вот. Поэтому, ну, сложно воспринимать этот фестиваль как конкурент. И последний вопрос, последняя тема. Как вы считаете, как в небольших сибирских городах сейчас, в принципе, развивается вся эта музыкальная индустрия? Я за все небольшие сибирские и большие города говорить не могу. Я могу говорить только за город Барнаул. В городе Барнауле все круто. И вот я вам правда скажу. То есть у нас куча вообще групп музыкантов. У нас просто их, по-моему, максимально много. И еще появляются новые. И много очень крутых, хороших музыкантов, исполнителей. То есть, ну, мне кажется, в Барнауле музыкальная жизнь прям кипит. У нас тем более еще всякие школы, там, рок-школы и так далее появляются, на базе которых появляются новые исполнители. То есть, ну, мне кажется, это очень здорово. По крайней мере, думаю, что Барнаул сейчас уже является не только как бы столицей конкретно Алтайского края, но и музыкальной столицей Алтайского края, потому что здесь движуха вообще кипит. Я думаю, даже многие города соседние нам в некотором смысле завидуют чуть-чуть, может быть. Поэтому у нас очень много заявок из других городов и областей на наш фестиваль. Потому что у нас очень много вот этой музыкальной жизни. Не везде она так есть и так выражена. То есть, не зря и сибиризация проходит в Барнауле? Определенно не зря. Барнаул – отличный город. Я его очень люблю. Живу здесь уже очень давно, хотя я сам из Заринска. Вот. И я надеюсь, эта сибиризация как бы понравится всем. Надеюсь, останутся довольны и музыканты, и зрители. Надеюсь, что я как организатор останусь хоть немножечко собой доволен. В общем, надеюсь, что все пройдет хорошо. И мы на это надеемся. Спасибо большое за беседу. 21 и 22 июля на Спичке пройдет масштабный музыкальный фестиваль. Не пропустите это событие. Продолжение следует...